По меньшей мере семь человек получили ранения в результате нападения вооруженного топором мужчины на главном вокзале немецкого города Дюссельдорф. Полиция сообщила о задержании одного подозреваемого. Это 36-летний выходец из бывшей Югославии. Согласно заявлению полиции, у него проблемы с психическим здоровьем. Подробности о состоянии пострадавших не сообщаются. Уточняется только, что их жизни ничего не угрожает. Пассажиропоток на центральном вокзале Дюссельдорфа составляет около 250 тысяч человек в день. На борту малайзийского Боинга, таинственно пропавшего над Индийским океаном, три года назад находился один неуточненный пассажир. Он мог захватить кабину лайнера. К такому выводу пришли частные следователи. Они обнаружили расхождение в данных по количеству пассажиров. В официальном отчете говорится, что на борту самолета находилось 239 человек. Однако на самом деле до подлинно известной личности 238 человек. Частные следователи полагают, что лишний пассажир, по всей вероятности, действовал при серьезной поддержке на Земле. Напомним, Боинг авиакомпания Malaysia Airlines исчез с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Турецкие дипломаты направили властям Швейцарии запрос о предоставлении им права на убежище. Об этом сообщает в четверг интернет-портал германской газеты Tagis Anzeiger, который ссылается на данные властей Турции. Как указывается в списке распространенном МИД Турции, убежище запросили 48 дипломатических работников. Среди дипломатов, в частности, числится советник-посланник турецкого посольства в Берне, которого в Анкаре обвиняют в поддержке проживающего в США турецкого оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена. Имена и должности других дипломатов пока не уточняются. Подразделения армии Ирака и спецслужбы США ищут лидера группировки исламского государства Абу-Бакра Аль-Багдади. Если ранее в Вашингтоне считали, что главарь радикалов может оказаться в Масуле, то в четверг американские представители сообщили, что Аль-Багдади, скорее всего, бежал из осажденного города и, возможно, скрывается где-то к северу от Ефрата в районах, прилегающих к сирийской границе. Косвенным доказательством бегства Аль-Багдади из Масула является снижение активности коммуникации между командирами исламистов в Телеграм, Твиттер и других социальных сетях. Сам лидер ИГИЛ не выступал с какими-либо заявлениями с ноября прошлого года. Вооруженная сирийская оппозиция в составе Высшего комитета по переговорам рассматривает возможность своего участия во встрече по Сирии в Астане и не исключает своего приезда. Об этом сообщил представитель группы вооруженной оппозиции полковник свободной сирийской армии Фарис Аль-Бабеш. «Мы изучаем возможность участия в переговорах в Астане», – сказал он Интерфаксу. По словам полковника, решение будет принято скоро. И казахстанским новостям вылетевший из Тараза в Москву лайнер резко сменил курс и экстренно сел накануне. На борту пассажирского самолета авиакомпании «Таджик Эйр», следовавшего по маршруту «Худжан-Тарас-Москва», была объявлена внештатная ситуация. Вылетев из Тараза, лайнер резко сменил курс и направился в сторону Худжанда. Два часа самолет наматывал круги в небе вокруг Худжанского аэропорта. Согласно инструкции, пилотам пришлось сжигать горючее. Все закончилось благополучно. Никто из 140 пассажиров и членов экипажа не пострадал. О причинах инцидента пока ничего не известно. В Шемкенте установили личности двух возможных участников перестрелки, в которой в четверг погиб 14-летний подросток. В больницу с ранением из травматического оружия и дробовыми ранениями доставлено двое. Начато досудебное расследование. Установлено, что инцидент произошел на почве личных неприязненных отношений между знакомыми людьми. Также установлены личности двух подозреваемых лиц, причастных к данному преступлению. Полицейскими приняты меры по их задержанию. И к местным новостям. Арест лидеру организованной преступной группировки Иркину из Басару, который подозревается в хищении нефти в особо крупных размерах в Ак-Тубе, продлен еще на месяц, сообщили в областном суде. Также до 7 апреля продлен арест и водителям Батырову и Каскенову. По данным следствия, ОПГ занималась продажей нефти россиянам. Нападение на войсковую часть 66-55 нацгвардии РК летом прошлого года можно было предотвратить. Такое мнение накануне высказал заместитель главнокомандующего нацгвардии Казахстана Мухаммед Калийсатов. Он также выразил сожаление, что в рядах военных оказались слабовольные, нерешительные люди, которые в дни юнских терактов покинули место происшествия. Мухаммед Калийсатов прибыл в Ак-Тубе для чествования матерей военных, которые в те дни героически отражали нападения религиозных фанатиков на войсковую часть. Своими действиями, отметил генерал-майор Сатов, рядовые военнослужащие не допустили проникновения злоумышленников на склад арсенала. Двухдневные командно-штабные учения весна 2017 проходят по всему Казахстану. В рамках этого мероприятия актюбинские спасатели накануне также проверяли свою готовность. К работе в чрезвычайных ситуациях учения разделены на несколько частей. Одна из них состоялась в садоводческом коллективе «Березка». Он по сценарию оказался в зоне подтопления, поэтому спасатели отрабатывали навыки по эвакуации людей, подвозу песка, устройству мини-дамп и многое другое. Сайт www.riko.tv.kz. Самые актуальные новости, самые интересные темы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова